Я прямо рада, что у меня есть возможность вас порасспрашивать сегодня. Действительно, очень интересно с вами поговорить. Ну, давайте вот с чего начнем, наверное. Насколько я знаю, правительство составило перечень приоритетных отраслей экономики. А есть уже и стратегия конкретных мер поддержки этих отраслей, понимание не только кого, но и как конкретно поддерживать? Ну, если бы я вам ответил, что этого нет, то у нас, наверное, всех надо было просто давно убрать и посадить туда других людей, более грамотных, более энергичных. Конечно, есть. Вопрос, насколько эти меры оптимальны, покажет практика. Меры многоэтапные, скажем так, есть краткосрочные меры восстановления экономики. Значит, вы знаете, наверное, что по инициативе промышленного правительства разработаны первоочевидные меры, рассчитанные на 2020-2021 год по восстановлению, по сути дела, докризисного уровня нашей экономики. Цель очень простая. Как можно быстрее по V-образному сценарию желательно выйти из этой кризисной ситуации, сохранить рабочие места, покупательную способность восстановить и прочее, прочее, прочее. Но этого, наверное, было бы мало, потому что нельзя забывать, что вообще президентом поставлена задача в мае еще 2018 года, значит, стать пятой экономикой в мире. И для того, чтобы стать пятой экономикой в мире, значит, недостаточно расти темпами, там, полтора-два процента в год. Нужно выйти на траекторию устойчивого роста, значит, минимум, там, 3-4, лучше 5 процентов. Тогда можно серьезно говорить о динамичном росте, изменении уклада промышленного, ухода от сырьевой экономики к экономике знаний, к экономике высокотехнологичной продукции и прочее. Это среднесрочные мероприятия, над ними правительство работает, я могу немножко подробнее, если хотите остановиться на основных моментах. И даже более наглительную перспективу, ну, среднесрочные мероприятия, они охватывают диапазон, значит, до где-то 5 лет. Ну, и свыше 5 лет надо думать уже о развитии высокотехнологичных отраслей, действительно, о качественном изменении уклада нашей экономики. Чтобы мы действительно не на словах, а на деле ушли от сырьевой зависимости и могли спокойно себя вести вне зависимости от тех катаклизмов, которые случаются. Вот, как пример, кризисная ситуация, вызванная новой коронавирусной инфекцией и ковидом-19. И, как следствие, кризис, который разразился в нефтяной отрасли, связанной с падением цен. И отсюда все покатилось, падение спроса и прочее, прочее. Ну, а вообще, если про вас говорить, ваши отношения, вы вообще сторонник продакционизма, кого, по-вашему, в первую очередь, должны поддерживать власти? То есть, там, отстающие отрасли, которым хуже всего, которые, прям, нуждаются в поддержке, иначе будет совсем плохо? Или, наоборот, такие драйверы экономического роста, которые, ну, точно оправдают вложение в себя? Вообще, есть хорошее правило. Поддерживать надо сильных. Как ни странно. Значит, это более выгодная стратегия. Но я бы здесь немножко сместил акценты. Вот, мы с коллегами, в основном, с коллегами не чиновниками, а из бизнеса различных отраслей, сейчас активно работаем над мерами среднесрочными восстановлениями, или, мы даже назвали, перезапусками экономики. На что нужно акцентировать, какие приоритеты нужно реализовать на практике, чтобы обеспечить динамичный рост нашей экономики? Так вот, это наше коллегиальное мнение, что упор надо сделать на системообразующей отрасли, которое, что такое системообразующая отрасль? Сначала давайте разберемся. Вот пример. Значит, как пример системообразующей отрасли, вот, предположим, Олег представляет интересы своего холдинга, и у него большие активы в автомобилестроении. В автомобилестроении, так же, как авиация, как же и тяжелое мышцовостроение, еще потом продолжит список, это пример системообразующих отраслей. То есть, почему она системообразующая? Одно рабочее место в этой отрасли генерирует по всей цепочке технологической, там, от шести до восьми рабочих мест в других смежных отраслях. Поэтому она в этом плане системообразующая. То есть, финал продукции автомобильной отрасли, автомобиль, он дает работу, там, вплоть до материаловеда, значит, очень большому количеству рабочих мест в смежных отраслях. Выгодно через эти системообразующие отрасли, создав условия динамичного развития, осуществляется, по сути дела, перезапуск всей технологической цепочки. То есть, они дают работу смежным отраслям, и в том числе, значит, предприятиям малого и среднего бизнеса, реально, которые как раз в период этой кризисной ситуации страдают больше всего. Ну, а вы можете назвать конкретно примеры отрасли, сферы экономики, которых вы точно будете поддерживать? Вот эти самые системообразующие, как вы говорите. Может, и не только. Может, что-то у вас экзотическое там, так сказать, затесалось в этот список? Из экзотики, наверное, затесалось две отрасли. Это радиоэлектронный комплекс, но это как раз исключение из правил. Это очень серьезная просто ситуация сложилась там, патовая. Мы не можем дальше реализовывать все наши цели национальные и те задачи, которые перед нами ставит президент, без развития этой отрасли. Ну, можно сколько угодно говорить о цифровой экономике, там, да, не имея никакой реальной промышленной основы реализации этих цифровых решений, не имея своего микроэлектронного производства и свечепроизводства. Ну, специалисты меня в этом плане поймут. Если в России сегодня нет ни одной более-менее конкурентоспособной промышленного актива, я имею в виду микроэлектронной фабрики, о чем можно говорить? Мы же не можем это все реализовать на западных решениях. Вот вопросы санкционки, они явно показывают, что не имея своего, опираясь только на импортные решения, это очень уязвимая позиция, которая всегда нас может поставить в очень неудобное положение. И на практике мы это видим. И вторая отрасль, но она не экзотична, это тоже, я думаю, что результат кризисной ситуации, это нефтегазохимия. То есть в условиях, вот, кризис доказал, что такая ситуация, связанная с волатильностью цен на наши углеводороды, она заставляет задумываться о более высоких переделах и о высокой добавочной стоимости, которая лежит в продуктах переделах. То есть продукты нефтегазохимии. И мы, как страна, обладающая громадными запасами углеводородов, должны сегодня задуматься, что вообще торговать нефтью и газом, это еще в начале, по-моему, 20 века люди говорили, это преступление, нужно торговать продуктами переработки. А доля переработки у нас очень низкая. И, конечно, мы имеем очень серьезный потенциал развития в этом направлении. Это другие деньги, но это другие инвестиции. Нужно создать условия для бизнеса, чтобы ему было выгодно идти в это направление, развивать более глубокие переделы. Вот экзотические отрасли. А классические примеры. Ну, не может страна развиваться без авиации и автомобилестроения. Просто потому, что мы живем в такой стране, она вот имеет такие огромные территории, летать-то нам как-то надо, передвигаться, двигаться, да. Значит, не можем и не развивать эти отрасли. Поэтому нужна грамотная техническая политика и протекционистская политика государства для поддержки этих системообразующих отраслей. Не может развиваться тяжелое машиностроение. Локомотивы нужны для железных дорог? Нужны. Морской, речной транспорт нужен? Нужен. Вот это все системообразующие отрасли. Можно говорить о разных методах поддержки этих системообразующих отраслей. Ведь они все находятся в разном положении. Где-то достигнут определенный уровень развития, я имею в виду конкурентноспособности с мировыми отраслями, нужно субсидировать. Где-то нужно преференции в плане создания емкого заказа осуществлять. Где-то нужно воспользоваться тарифным и таможенным регулированием. В общем, комплексы различные, мир. Но то, что мы вот эту работу сейчас проводим с коллегами, абсолютная польза, по крайней мере, в том, что мы начинаем разбираться в том отраслевом балансе, который мы сегодня имеем. Что собой представляют на самом деле эти отрасли. Это уже плюс. А если мы еще и доведем до конца, значит, поставим цели для их развития и предложим механизмы для развития, это будет абсолютно уже хорошее дело. Ну, а сроки какие? Вот если говорить о конкретных мерах поддержки, субсидиях, там, измене законодательства, там, какой-то госзаказ, прямые какие-то госпрограммы помощи. Ну, вот я как сказал, первоочередные меры в виде плана подъема экономики, рассчитанного на 2020-2021 год, он уже практически представлен президенту и будем считать, что он одобрен и реализуется. Он и сегодня содержит конкретные меры поддержки различных отраслей. Но я бы назвал это тушением пожара. Более системная и вдумчивая работа предстоит на рубеже 2022-2027 года. Вот где-то в этом периоде, когда мы должны создать условия для динамичного развития экономики в целом за счет вот этих системообразующих отраслей, чтобы обеспечить рост в целом экономики не менее 3-4% ежегодно. Вот задача стоит какая. А вы поддерживаете оптимизм господина Орешкина, который говорит, что мы точно станем пятой экономикой мира и будем долго удерживать эту позицию? Я любое оптимистичное высказывание поддерживаю, но я руководствую здесь вообще-то требованием нашего президента. Здесь не оптимизм Орешкина важен, а цели, которые перед нами поставил президент. Я как человек в прошлом военной не люблю обсуждать. Мне проще поставить на цель, надо искать средства для их реализации и безусловного выполнения. Рассуждать, можно это сделать, нельзя это сделать. Тогда ничего не получится. Ну хорошо, давайте еще о конкретике. А вот вы обращали внимание, как сейчас вы готовите всю программу, пятилетка, двухлетний, краткосрочный план. Вы обращали внимание на конкретный европейский или американский опыт? Он, кстати, разный. Потому что где-то поддерживают бизнес, где-то людей, работников. То есть разные примеры вы их видите. Вы на что-то уже обратили внимание, что-то взяли на заметку, реализовываете из западного опыта? Или у нас тут тоже такой особый путь? Мы тут сами во себе, свои меры, все свое, свое решение. Ну, было бы нам просто наивно сказать, что нет, мы тут идем своим путем, все развиваются, как развиваются. Мы имеем свой российский путь. Наверное, законы развития промышленности, экономические законы, они общенациональные, они не имеют границ. Примерно экономика и отрасли промышленности развиваются везде одинаково. Поэтому просто глупо было не использовать те лучшие методы, которые применяют ведущие экономики мира. Но я бы поговорил немножко, наверное, вот о чем. Выход из кризисной ситуации, а сегодня кризис, в первую очередь, спроса, надо пересмотреть и пересмотреть роль и место государства как такового в выходе из этой кризисной ситуации. То есть она, на мой взгляд, сегодня не до конца еще реализована. Никто, на мой взгляд, кроме государства, сегодня реально не может обеспечить тот динамичный выход из этой ситуации. Многие экономисты любят рассуждать, по какому сценарию мы будем выходить. В-образный или там другой. Л-образный. Так вот, только государство, на мой взгляд, если будет иметь четкую, ясную позицию, политику и реализовывать последовательно комплекс мер, может обеспечить именно ту динамику, которая нам нужна. Вы знаете, что много бытовало разных мнений. Слушайте, рыночная экономика и так все отрегулирует. Вот там, вы туда только не мешайте, не лезьте, там все будет и так нормально. Да не нормально будет. Государство такой же серьезный игрок через свои институты, через свои закупки, через формирование. Крупнейший игрок на рынке государства. И поэтому он должен диктовать свою волю в интересах своих отечественных производителей и поддерживать их. Поэтому вот, мне кажется, об этом надо. Ну, то есть увеличение роли государства как раз. Думаю, что да. Моциализм, о котором мы уже начали говорить, это оправданно и это то, что мы, в общем, будем наблюдать еще дальше. И, очевидно, будет увеличиваться роль государства. Он может активно заботиться о своих отечественных производителей различных отраслей, холить их, лелеять, создавать им условия, инновационный климат соответствующий для того, чтобы действительно на практике, а не на словах, создать условия для изменения структуры нашей экономики. Но можно, как мантру говорить, призывать там к чему угодно. Но если мы на практике не создадим эти условия вот для конкретного бизнеса, они еще наверняка выступят, ребята, на этот счет, то так это останется одними лозунгами. Но понимание есть у вас и в правительстве уже четкое понимание, куда и как идти, как увеличивать свою роль государства в экономической политике страны. То есть тут вы видите путь четко. Или пока все-таки вот в начале этого пути может куда-то свернуть? Я просто хочу сказать, что мы вот эти методы и эти пути не выдумываем в кабинетах Белого дома. Мы активно их обсуждаем с ведущими представителями бизнес-элит отраслей. Вот с Олегом Дерипаской, с Андреем Бокаревым, с Михельсоном, с Коновым, с Дюковым, со всеми игроками, которые серьезно, значит, играют роль в тех или иных отраслях. С авиаторами, с строителями и прочее, прочее. Эти меры, они должны быть не выдуманы, они должны идти от жизни. Потому что они работать, эти меры, должны для тех людей, которые потом эту сказку вы ее должны делать. Они должны быть выстраданы, опираться на реальную практику и работать именно для тех, для кого мы их и придумываем. Хорошо. Немножко о другом хочу спросить. Вот сейчас многие говорят, ну, так боятся, пресловутую вторую волну вируса. У нас на самом деле и первая, это не прошло, там, по пять тысяч заболевших, да, официально в день. Но все-таки вынесет экономика, ну, та же промышленность, за которую вы отвечаете, второй локдаун. Вот, начали мы с прогноза падения. Действительно, они там где-то от пяти до восьми с половиной процентов. Различные есть прогнозы. Андрей Николаевич, наверное, когда будет выступать, подробно на этом остановится. Но я вот могу сказать, что практика уже вот, скажем, восемь месяцев, мы имеем статистику, она обнадеживающая, не так ситуация критична. И темпы восстановления различных отраслей впечатляют, дают основания, что мы выберемся из этой ситуации. Может ли повлиять вторая волна? Я надеюсь, что те меры, которые предпринимает правительство, министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, они дают свои результаты. Мы по сравнению с другими странами достаточно комфортно проходим это тяжелое время. Это говорит и количество заболевших, и количество тестируемых, и количество выздоровеющих. И то, что за последние, скажем, там три месяца мы там где-то от десяти тысяч ежедневно заболеваемых подошли уже к порогу там менее пяти, и эта тенденция снижается, есть основания полагать, специалисты, по крайней мере, так говорят, что мы избежим, наверное, второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже, там, скажем, марта, апреля, мая. Вот это очень приятно сейчас было от вас слышать. Надеюсь, так и будет.